Программа выходит в эфир при поддержке Ветского государственного университета. Книги рождают мечту, вызывают ее к жизни, заставляют размышлять, воспитывают самостоятельность суждений. Помогите своему ребенку полюбить мир книги вместе с магазинами «Бумага». Здесь вы найдете научную и художественную литературу для семейного чтения, развивающие игры, учебные пособия и рабочие тетради. Огромный выбор книг для исследователей всех возрастов. Читайте и изучайте вместе с сетью магазинов «Бумага». Огромный выбор книг на Октябрьском 88 и Мопро 7. Все перепробовали и не знаете, где еще отметить день рождения школьника? Приходите на «Вятский квест». Команда совершит приключения с логическими ловушками, тайниками, ключами и встроенными механизмами в путаницы комнат. А именинник проявит свои лучшие качества. Удивите своих гостей. Звоните 49-32-40. «Вятский квест». Находимся в самом центре города. Володарского, 132. Детская познавательная программа «Открывашка». Открываем мир вместе. Здравствуйте, дорогие слушатели, юные открыватели, мальчики и девочки. Здравствуйте, уважаемые папы и мамы, бабушки и дедушки. Мы начинаем еженедельную познавательную программу «Открывашка». Здесь у нас на «Эхо Москвы» в Кирове. Меня зовут Николай Голиков. А вести сегодняшнюю программу мне будет помогать Ева Кравцова. Ева, доброе утро. Доброе утро. Сегодня нас ждет много нового и интересного. Причем напомню, что все, что происходит у нас в студии, а у нас сегодня здесь какие-то просто чудеса, я не знаю, просто чудеса, какие до сих пор у меня глаза разбегаются, вы можете увидеть даже на экранах. Для этого нужно просто зайти на сайт «Эхо Кирова.ру» и перейти по вкладке справа. Есть такая вкладочка «Веб-камера в студии». Обязательно у кого такая возможность есть, перейдите, потому что у нас все это какие-то чудеса, реально. Я смотрю, налюбоваться не могу и рассказать это все невозможно. Ну и, естественно, не забывайте, что у нас есть телефон 211-101, по которому можно позвонить. Мы будем вам задавать, как всегда, вопросы. Наши гости все вопросы приготовили. Те, кто на эти вопросы будет отвечать правильно, те будут получать хорошие, красивые книги и еще специальный подарок, о котором мы скажем особо. А говорить мы сегодня будем о том, что из себя представляют роботы, как их, главное, и как их изготовить собственноручно и где в Кирове, этому учат. В гостях у нас сегодня Инна Витальевна Вылегжанина. Здравствуйте, Инна Витальевна. Здравствуйте. Это как раз человек, который может вас научить тому, о чем я говорил. Человек, который знаком с роботами лично. Многие из вас, ребята, с роботами встречались. Вот так идете по улице робот на встречу. Было такое? Было? Где ты видел? В Москве. В Москве? Прямо идешь навстречу робот? Ну, типа того. Типа того, да? А в Кирове не встречал? В Киров пока нет. А по школе у вас не ходят? Нет. Нет? Ева, тоже не видели? Нет. А вы, ребята, встречали где-нибудь роботов на улицах? Нет. Только, да, только вот у Инны Витальевны. Иногда дома роботы, пылесосы помогают прибираться. Ага, то есть дома все-таки есть. Уже роботы шагнули сюда, да. Вот, ну что, давайте поговорим о том, как у нас учат в нашем, как это правильно сказать, Центре информационных технологий, да? Я правильно говорю? Да, Центр информационных технологий, познание. Территория открытия, да? То есть у вас вот проходят занятия, и вы можете научить ребят сделать робота. Да, у нас занимаются ребята с 4 лет до 16, и они конструируют, программируют роботов. И эти роботы что делают? Ну, они разные. Есть роботы, которые выполняют какие-то серьезные очень задачи и функции, а есть такие развлекательные роботы, как, например, птички танцующие или обезьянка-барабанщица. Ну, это получается, как будто игрушка такая уже, да, вот? Да, игрушка, которая выполняет какие-то механические действия и запрограммирована. То есть они программируют сами? Да, сами программируют. Есть специальная среда, для ребят помладше детская среда, а для постарше уже такая серьезная достаточно. Ну, вот то, что у нас на столе я вижу, вот вроде бы это уже для ребят постарше, там вот за этим всем сооружением стоят такие два симпатичных молодых человека, Данил и Марк. И что-то не похоже, что им по 16 лет. Да, им не 16 лет, но они большие молодцы. Они у нас участвовали в соревнованиях в российских, инженерные кадры России. И тема в этом году была сезона от детского сада до агропрома. Они как раз, ребята в детском садике занимаются, и у них получился чудесный проект. А где эти соревнования были? Соревнования были в Москве, они туда ездили, и жюри осталось в восторге от наших замечательных ребят, потому что они показывали молочную ферму, показывали, как коров доят. Они были на предприятии и могли очень замечательно все об этом рассказать. И они получили какую-то награду? Да, они получили награду. Они у нас победители. Победители? Вот так вот. Я вот, честно говоря, одного из победителей из-за стола даже не особенно вижу, только глазки торчат. Ну что, ребята, рассказывайте, что вы такое сделали, какая у вас там такая чудесная ферма? Ну, говорите уже, не бойтесь. Главное вот здесь, вот я говорил, что те, кто не видят трансляцию, не могут это оценить, сколько здесь вот в том углу, где стоят ребятки, сколько всего красивого, какие здания, коров много, какие-то приспособления, и все это, наверное, еще и шевелится. Ну, рассказывайте. Дорь, наша команда-голова работает. Наш девиз поздна не начинается с удивления. Мы поставляем завод по производству молока. Наши приветствия на просторах нашей вятки, где особые порядки. Производят на заводах изумительный продукт. Через фермозаводный, невзирая на погоду, он всегда в свежавшем виде доставляется на пункт. Марк о нем он все расскажет, все процессы вам покажет и докажет, что вкуснее вы не видели продукт. Ну, коллега, приступайте. Я, Данил, со мной, знаете, где берется молоко, как бежит он по трубам, как несется вдоль по кругу, и прочем тут колесо. В Кировской области производят самые вкусные молочные продукты. Мы убедились в этом лице, проследив путь молочка от фермы до пролавка. Из них мы узнали, как люди узнали, как дыть коров более пяти тысяч лет назад. А первые дыльные машины появились всего лишь в девятнадцатом веке. Мы посетили молочную ферму, там мы узнали, этапы производства молока. Сейчас покажем, как это все работает. Показывайте, показывайте. Демонстрация. Так. Все, нажали все нужные кнопочки? На воротах фермы расположен датчик наклона, который проводит движение транспортера. По нему корова попадает на дырную установку карусель. И когда карусель крутится, корова дуется, и молоко попадает в бак. То есть корова уже попала на карусель? Сейчас ее дует, да? Нет, она крутится, а корова дуется. Давай. У нас корова попала на карусель, а карусель сейчас запустится. Мотор плохой. Вот, давай сейчас показывай, Клим, как у нас здесь получается. Обратите внимание. Так. Это у нас молоко появляется, да? Затем приезжает молоковоз и вводит мачку на молокозавод. А вот эта штука, которая вот в ней молоко появляется, из нее потом в эту цистерну, да? Да. Вот цистерна заехала. Прокачивает. А вот куда она заехала, это у нас что уже там? Молокозавод. Это уже молокозавод, да? Ну что, у ребят закончилась демонстрация. Здесь есть разные механизмы. Что-то еще? Сейчас я вам открою небольшой секрет. Это установка работает на понижающей зубчатой передаче. Так. Да. Еще бы мы все поняли, что такое понижающая зубчатая передача. Марк, ты можешь рассказать, что значит понижающая зубчатая передача? Это когда большое колесико и маленькое зубчатое колесико. И они вращаются, получается, и понижающая зубчатая передача получается. То есть большое колесико крутится, а от него крутится маленькое или наоборот? Да. Маленькое быстрее, чем большое будет крутиться. Ясно, все понятно. Вот за счет этой передачи вся ваша установка работает. Да. Точнее должна была работать, потому что корову у нас не закрутили. Сказали, что мотор плохой. Да. Ну ладно, это не беда. Попробуйте еще раз, может быть, закрутится. Так. А что такое? Так. Звуки есть? А, забыл. Давай, Данил. Корову забыл поставить. Она очень интересная, слушайте, да? Да. Так, запускай корову. Запускай корову. Сейчас корова будет подниматься, да? Тачка стоит. Тачка, стоять. Вот. Тачка, стоять. Да. Слушайте, настоящие инженеры, они кисловато говорят, да? Да, у них тут все это очень серьезно. Вот такой у нас замечательный проект был, и ребята показывали. Они его возили в Москву, да? Да, они его возили в Москву, они, у них там еще стенд был оформлен, и ребята показывали. И большая корова. Да, и большая корова еще была сделана. Причем жюри очень понравились наши коровки, которые были раскрашены под цвет дымки нашей. И эти коровы, где наша вятская мастерица. Это специально для этого проекта все сделано? Отлично, все совершенно. Так, ну я думаю, теперь мы от этого проекта перейдем к более такой нашей обычной части нашей программы. Ева, наверное, пора рассказать, какие у нас сегодня призы. Сейчас. У нас есть призы. Иллюстрированная энциклопедия техника. Энциклопедия в Древний Египет. Энциклопедия все о технике. Энциклопедия для любознательных. Где, что и когда. Энциклопедия техника вокруг нас. Ирон Адлер. Шерлок Люпин и я. Тайна Алой Розы. Билеты в кинотеатр Киномакс. Приглашение на спектакль Кошкин дом в театре Наспаской. Приглашение на семейное посещение собачьей деревни Махнатия. Эти призы, да? И плюс те ребята, которые правильно будут отвечать на наши вопросы, еще получат такой очень красивый сертификат на одно занятие по робототехнике в Центре информационных технологий и обучения. Познание, правильно сказал? Да. И сможете прийти, это на Коснамейской 33, и, во-первых, увидеть, как это все происходит. И, может быть, и остаться в этом центре и заниматься в нем дальше. Ну что, кто у нас начнет задавать вопросы? Давайте я тогда начну. Давайте, Инна Витальевна. Какой советский фильм для детей про робота был снят в 1979 году? Какой советский фильм для детей был снят про робота в 1979 году? Так, вы тоже все думайте, но только не подсказывать. Пусть наши слушатели отвечают сами. Напомню, что телефон у нас в студии 211-101, и тот, кто ответит правильно на этот вопрос, соответственно, получит тот приз, который выберет сам. Так, пока у нас пауза, но мы, наверное, продолжим рассказывать про наш центр. Ведь это, ну, я не знаю, вот, а уже звонят, не успели. Ну что, кто будет? Ева? Привет. Здравствуйте. Как тебя зовут? Маргарита. А сколько тебе лет? 13. Какой правильный ответ? Приключение электроника. Да, правильно, действительно, приключение электроника. Какой приз ты бы хотела? Киномакс. Билеты в Киномакс? Да. Ну что ж. Хорошо. Есть такой приз, билеты в Киномакс, и еще, конечно же, сертификат на одно занятие в Центре информационных технологий обучения и познания, да? Маргарита, я думаю, вам будет там очень интересно. Спасибо большое. Спасибо, вам спасибо, что позвонили. Ну что, продолжим? Ева, может быть, сейчас мы тогда вопросик запустим, да? У вас есть? Лева, говорите. Кто придумал слово робот? Очень вопрос интересный. Вот вообще, кстати, интересно, да? Вот у очень многих слов нет хозяина. Нет, вот откуда мы знаем, кто придумал слово человек, да? Кто придумал слово? А вот слово робот его придумал конкретный человек. Это вот интересный факт такой. И причем оно вот как-то прижилось, и все его говорят до сих пор. Вот мы сидим про этих роботов и говорим. Ну, слово человек придумал человек. Ну, какой-то неизвестный, наверное, человек. У него нет имени и фамилии, да? А здесь вот этого человека есть имя, фамилия, время проживания, страна проживания, национальность, всё как положено. То есть у этого слова есть автор. Так, слушатели, пока у нас задумались, давайте всё-таки поговорим про студию. Ну вот сейчас мы говорили про... Вот сейчас девочка звонила в студию, девочка взрослая, и для девчонок интересно создавать роботы, которые связаны с одеждой. То есть электронный текстиль, когда одежда как-то подсвечивает или раскладывается в зависимости от каких-то ситуаций. Одежда-робот? Да, одежда-робот. Электронный текстиль сейчас такое направление интересное для девчонок. Вот, необычное. Ну так что ж. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Коля. Сколько тебе лет? Десять. А в какой школе ты учишься? В ГД. Ну а какой правильный ответ? Робот, ой, слово робот придумал чешский... Карел Чапик. Чешский писатель Карел Чапик, по-моему, совершенно правильный ответ. Да, правильный ответ. Какой присты бы хотел? Скажите еще раз, какие есть книги. Хорошо. У нас сегодня очень много энциклопедий. Иллюстрирована энциклопедия техника. Энциклопедия древний Египет. Энциклопедия все о технике. Энциклопедия для любознательных. Где, что и когда. Энциклопедия техника вокруг нас. Иринг Адлер. Шерлок Люпин и я. Тайна Алой Розы. Слышите книгу Шерлок Люпин и я. Хорошо. Тайна Алой Розы? Прекрасно. Ну и, конечно же, Коля, вот мы с тобой тезки. Я тоже Коля и ты Коля, да? И сертификатного занятия по работе техники тебе тоже получишь обязательно. Сможешь прийти и посмотреть, как все это происходит. И, может быть, тебе понравится. А когда хочу? Да, когда захочется. А там когда вообще занятия проходят? У нас каждый день есть занятия, есть утренние группы, вечерние есть выходные. Поэтому время можно будет выбрать. На сертификате есть номера телефонов. Можно позвонить, наверное, узнать, когда лучше подойти. Поэтому проблем, я думаю, не будет. Мне что интересно, вот вы говорите, текстиль, да, электронный. Вот я знаю, насколько сейчас вот мне известно, что роботы вообще сами изготавливают очень активно. Что, по-моему, в некоторых странах там на тысячу рабочих по 300 роботов уже приходится. Ну да, сейчас роботы активно работают на предприятиях, а сейчас обсуждается интересная инициатива, законопроект, чтобы с роботов брали налоги. Ведь люди работают и платят налоги, а роботы будут выполнять... Люди ведь зарплату получают. Роботы будут выполнять ту же работу, а почему бы с них не брать налоги? Ну вот сейчас такая инициатива есть. А это где это рассматривается? У нас в стране? Ну это по всему миру есть такие инициативы, в том числе у нас в стране, да. Сейчас как бы роботам пока выгодно, они там электричеством кормятся и ничего не платят, да. А потом еще люди подумают, стоит ли роботам-то быть, да, потому что придется налоги платить. Да. Ну и роботы есть, которые летают, то есть мы же говорим про беспилотные роботы, которые будут участвовать в дорожном движении, и для них должны быть соответствующие правила, и это тоже сейчас обсуждается. Ну на самом деле уже стало так актуально. А вот что, интересно, люди будут делать, когда все будут делать роботы, вы никогда не задумывались? Радоваться. Радоваться, просто ходить и радоваться, да? Радоваться, придумывать, обслуживать. Но на самом деле говорят же про технику-гуманитарный баланс, что должно быть очень хорошо сочетаться технические и гуманитарные вещи. Ну вот, наверное, в этом и будет задача человечества. Что-то придумывать, общаться, взаимодействовать, не ссориться, чтобы был мир на Земле. Ясно, Настя. Ну что, давайте еще вопросик зададим. У нас сегодня хорошо отвечают. Давайте. В конструкторах Лего есть оси серого и черного цвета. Что обозначает цвет оси? То есть есть оси? Да, вот такие вот, да? Оси, да, они есть черные, а есть серые. Что обозначает цвет оси? То есть от цвета что-то зависит. Так как я в Лего ничего не понимаю, поэтому тоже задаю наводящие вопросы. Ну ребята же очень любят Лего, и это любимый конструктор, и поэтому наверняка они знают, и сейчас будет звонок. Ну что ж, будем ждать, что кто-то нам позвонит. Ты тоже хотел вопрос задать? Тогда следующий будет твой вопрос. Хорошо? А девчонкам, вы говорите, там вот текстиль, я просто не очень понимаю, но вот на вас одета какая-то одежда, да? Или вот там на Еве надета. Что она может сделать, эта одежда? Ну, например, у Евы могут быть какие-то светодиодики подшитые, и в зависимости от ее движений они могут загораться в ритм... То есть как в Волувидах? Ну, например, да. Типа светомузыки такой. Типа светомузыки. Или, например, если она застегивает там какую-то пуговку, то тоже текстиль себя как-то определенным образом ведет. Есть там какие-то моторчики, которые могут там укоротить юбочку или наоборот опустить ее в пол. А может так вот у человека, чтобы от настроения, да, вот у него плохое настроение с утра, она вся такая голубым цветом зацветилась, у нее хорошее настроение, вся такая розовая, сразу встала. Есть такие вот возможности? Ну да, сейчас же есть роботы, которые считывают информацию с мозга, и можно управлять им, ну, думая о чем-то. И роботы собирают информацию о думах человека, ну, наверное, в текстиле то же самое может быть. Надо вообще-то в школьную форму ввести, чтобы учитель заходил в класс и сразу увидел, у кого какое настроение, и сразу было понятно, кто готов, кто не готов. Да, у кого там розовый в этом цвете, значит, человек подготовился к восеннему, оттого и к доске. Не-не-не, наоборот, пусть розовый идет в доске. Пусть все розовые идут с хорошим настроением. Так, ну что, давайте еще раз повторим вопрос. Итак, в конструкторах Лего есть оси черного и серого цвета. Что обозначает цвет? Что обозначает цвет, да? Вот. Пока у нас тихо еще в эфире. Ребята, конструкторы наши великие, а вы в садике оба? В садике? А в каком вы садике? Тридцать восьмой. Тридцать восьмой? Он как-то называется? У них садик, на самом деле, замечательный методик, и вальдовская методика. А это вальдовский садик, да? Да, да, да. Ага, ну понятно, то есть него... И, конечно же, чувствуется подготовка очень хорошая. Ну, это просто уникально, конечно. А вот у вас в садике что-то про роботов там вы рассказываете своим друзьям? Да. Они в садике, когда ребята готовились к проекту, они готовили, они делали исследования молока и показывали опыты. Марк, можешь рассказать, что вы с ребятами делали в садике, когда молоко изучали? Мы выжимали лимон. В молоко, да? И что получалось? И получалась какая-то просто кваша. То есть молоко сворачивалось. Что еще делали? Мы добавляли туда масло, спирт. В молоко? Да. И что получалось? То есть молоко тяжелее, чем... А, ну то есть как бы, чтобы было понятно, что легче, что тяжелее, да? А вот вы говорите, вы на ферму ездили, это вы куда ездили? На какую? Ну, мы не помним название. Да? Может быть, вы помните название? Да, они ездили, вот как раз Агродоронич, то есть они туда ездили, смотрели, телят. И у них замечательная фотография была, когда Марк с теленком, и весь интернет смотрел на эту фотографию, любовался и говорили, вот два ребенка на фотографии, там теленок и Марк, и они друг друга изучали. Ну, вообще интересно, ребят, вы же такие городские, вот как-то, вот как вас так на ферму-то потянуло? Не думали об этом? И что дальше будете делать? Появите поднимать сельское хозяйство со своими проектами? Не знаю. А? Не знаете пока еще? Так далеко еще не думали? Им бы еще в школу поступить сейчас. Ой, я думаю, за них все конкурс будет среди школ, потому что таких специалистов, мне кажется, это в наше время просто с руками отрывут. Мы уже ходили в школу на соревнованиях. Да, они показывали в школе на соревнованиях свою поделку. И, конечно же, директор школы подошел и сказал, где же вы ребята были, я бы вас обязательно к себе в школу взял. Так что вот, а вы говорите, нам бы в школу поступить, мне кажется, вы только скажите, нам пора. И тут же все сбегутся, скажут, давайте нам этих ребятишек. Какой-то вопрос у нас сложный оказался. Ну, пусть ребята тоже думают. А давайте мы еще вопрос задим, Ева. Японец Хироси Исигура изготовил робота, абсолютно похожего на него. Такой робота автопортрет отправил он вместо себя на лекцию в другой город. Догадайтесь или придумайте, что было потом. То есть, этот японский человек создал робота точную копию себя? Да. И потом вместо себя его отправил в другой город на лекцию? Да. И наши слушатели должны сказать, что там случилось, как они это понимают. Придумать. Придумать, то есть, должны. А есть точный ответ? Ты точно знаешь, что там случилось? Вот это уже интересный вопрос. Слушайте, подумайте, правда. Представьте, человек, который создал точную копию себя. Вот не коровку какую-то там, да? А вот представь, вдруг стало здесь четверо. Вы двое, и точно такие же еще двое, только они роботы. Киборги такие. Киборги, да. И вот они пришли в студию, и мы уже не понимаем, кто из вас кто. Вы не думали, что может быть? А вдруг они роботы? Да, а вдруг, а кстати, а вы сами там не роботы, случайно? Нет. Нет? Вы живые? Вы люди? Да, вы люди. Точно? Да. А чем докажете? Так что интересно. Надо узнать, Инна Витальевна. Может быть, вы уже в кружке-то и создаете потихоньку таких? Да, может быть, может быть. Ну что, ребята, представьте, что человек создал копию самого себя и отправил ее в другой город на лекцию. И что с этой копией в этом городе могло произойти? Не волнуйтесь, просто можете придумать свою историю и получить приз. Наш телефон, напомню, 211-101. Так, творческое задание дали, люди задумались, будем ждать, посматривать на этих двух киборгов, в которых мы уже теперь не уверены, люди они или роботы. Ну, в роботах обычно у них мозгов нет. А вот у тебя их видно, что они есть? Видно. Вот где, покажи. Робот ведь тоже, на нем же не видно, что у него внутри. Ну, у всех не видно роботов, что у него внутри мозги. Вот я помню, в конце 20-го еще века, когда говорили, как будем людей от роботов отличать, была интересная штука. Я не знаю, вот научились таких роботов или нет делать. Сказали, что человека от роботов всегда можно легко отличить тем, что у роботов не бывает чувство юмора. А, ну да, если шуточки не заложены во внутрь, заготовленные шуточки. Ну, заранее, да? Заранее. То есть, если вот... А вот я смотрю, ребята-то смеются и веселятся, так что, похоже, все-таки они настоящие, живые. Можно их даже не проверять. Вот. Ну, ладно, пока наши ребятки думают, я думаю, мы сейчас немножко сменим тему, отпустим Данила и Марка, ну как, чтобы они спокойно сели и отдохнули. Маленький музыкальный фрагмент, и мы перейдем к следующему нашему гостю. Вот она! Вобода! До чего дошел прогресс? До невиданных чудес? Опустился на глубину И поднялся до небес. Позабыты хлопоты Остановлен бег Вкалывают ропоты А не человек До чего дошел прогресс? Труд физически исчез Да и умственный заменит Механический процесс Позабыты хлопоты Остановлен бег Вкалывают ропоты А не человек До чего дошел прогресс? До чего дошел прогресс? А теперь гуляй по свету Хочешь с песней, хочешь без Позабыты хлопоты Остановлен бег Вкалывают ропоты Счастливый человек Мы продолжаем нашу программу Напомню, вы слушаете Познавательную еженедельную Детскую программу Открывашка На Эхо Москвы в Кирове Нас можно услышать по радио Нас можно увидеть на сайте Эхо Кирова.ру Для этого просто нужно зайти на сайт Перейти по вкладке справа Веб-камера студии И всем настоятельно рекомендую Обязательно это сделать Потому что у нас на столе Просто чудеса какие-то И их надо не просто вот как бы Слышать, а нужно обязательно видеть Вот, говорим мы сегодня о роботах Сначала нам Данил и Марк Рассказали о ферме роботизированной И у них почти все получилось Только колесико не закрутилось Потому что мотор плохой Но есть над чем работать, да ведь? То есть предела совершенства нет А сейчас у нас будет рассказывать Уже Максим Максим, добрый день Здравствуйте Вот, и он будет рассказывать О своем вот этом вот сооружении Которое, понимаете, вот говорят Рассказывай, что происходит в студии Как я могу рассказать? Я не понимаю, что это такое, да? Вот расскажи, что вот это такое вообще? Мы ходили на водоочистные сооружения В нашем городе Мы узнали, как очищается вода Вода очищается в три этапа Первый этап это механический Вода очищается сначала решетками Песколовками И первичным отстойником Потом идет Там идет аэротенки Там живут бактерии, которые очищают воду С помощью Они очищают воду Потом идет вторичный отстойник И потом воду очищают хлором Потом вода выбрасывается в вятку Это уже очищенная которая вода А вот то, что у тебя это на столе На звонок Так сейчас мы ответим Просто рассказывай пока дальше И, ну, бывают такие Такая загрязненная вода С которой бактерии в аэроках не справляются И погибают Поэтому мы собрали Робота, который перенаправляет воду В дополнительную очистку То есть вот эту воду С которой не справляются бактерии Вот этот робот Он ее сам определяет Что эта вода требует Такой очистки дополнительной Должен второй робот Опускать сюда датчик С пробирками Которые зачерпываются Вода И потом отправляться В лабораторию В которой определяется Хорошая вода Или плохая Если плохая То этот робот Отправляет ее в систему Дополнительной очистки Да Ну у нас пока что Второй робот не работает Поэтому по датчику Вот то что вот сейчас открывается Закрывается Это она закрывает одну трубу Да И спасает бактерии от смерти Да А вот сюда Уже эта грязная вода Течет на другую очистку Да Хорошо Мы продолжим идти дальше У нас есть звонок Здравствуйте Здравствуйте Как тебя зовут Лера Сколько тебе лет Семь Ну и какой же ответ у тебя Благодарение вам А на какой вопрос ты отвечаешь У нас было два вопроса висело Про профессора Про японского профессора Да Ну вот Который отправил свою копию В другой город Да И как по-твоему Что там дальше произошло Рассказывай Как ты думаешь Что случилось С этой копией В другом городе Что Так Может радио чуть-чуть потише сделать Чтобы было лучше слышно Повтори Еще раз повтори пожалуйста Вот повтори еще раз Университет стал работать Круглые сутки Университет стал работать Круглые сутки Да Ну в общем правильно Потому что робота Спать не нужно Так ли было Какой университет Ну куда он поехал лекции читать Он же поехал лекции читать в другой город И так как он робот То там стало все круглосуточно Студентам спать перестали давать Все студенты с Кузнадой вечера занимались Это неправильный ответ Но мне кажется Такая креативная задумка Тоже заслуживает Я тоже думаю, что это совершенно интересная версия Мы конечно должны дать приз Какой приз ты хотела бы получить? Алло Я хочу получить Какую? У нас много энциклопедий сегодня? Очень много Повторить? Расскажи, да? Повтори пожалуйста У нас есть энциклопедии Техника Древний Египет Все о технике Где, что и когда Техника вокруг нас Какую? Техника вокруг нас Техника вокруг нас Все отлично, эта энциклопедия будет Твоя, ну и конечно Ты получишь сертификат На одно занятие по работе техники В Центре информационных технологий Учения и познания То есть на сертификате есть телефон Есть адрес Можно будет позвонить Узнать, сходить на занятия И может быть Остаться в этом центре И заниматься Спасибо тебе большое Так, ребята Ну-ка задайте-ка вопросик А то у нас там сейчас пока ничего не висит В эфире Так Какая передача быстрей? Понижающая, зубчатая, повышающая Или зубчатая? Просто зубчатая То есть есть зубчатая, просто есть повышающая и понижающая И какая из них быстрей, да? Вот, ну что ж Пусть думают пока, да? Ребята Максим Продолжай Еще мы изучали Помимо нашего проекта Мы изучали водоподъемные механизмы Которые использовались в древности Это были механизмы Так как шаду, фнори И русский колодец Потом водонапорная колонка И ложки Их изобрал изобретатель Аль-Джазари в 12 веке То есть это механизмы, которые поднимают воду снизу вверх, да? То есть вода обычно течет вверх, чтобы она поднималась, да? И мы собрали модель этого водоподъемного механизма В нем используется кривошипный механизм Это ось, на которой есть маленькие шипы Которые по движению рычага поднимают балку В которой есть жороб И он перетекает в другую емкость Другую емкость Это вот как раз лего, да? И тут как раз ось А какого цвета эта ось? Давай спросим и узнаем Максим, какого цвета ось, которая у тебя используется? Это... Тут используется не одна ось, а три Три? Да, потому что вот такой длины ось мы не нашли Поэтому пришлось использовать три ось, которые сцеплены вместе А это вот работает? Да, работает Слушайте, он как будто на гамель топает, да? Вот этот вот кривошипный механизм изобрели еще в 12 веке Известный, ну такой вот мастер Аль-Жазари И в Европе через несколько веков только появился вот этот кривошипный механизм Вот кривошипный, это вот такое полное название, да? Такое смешное А вот еще я слышал такой терминец кривошипно-шатунный Это еще страшнее или это то же самое? Нет, тут смотрите На оси есть шипы, которые приводят в действие рычаг Вот тут как раз кривошипный А вот этот рычаг, это то, что топает, это вот рычаги, да? Да, да, да А вода, собственно, поднимается где? Вот, из-за чего? Вода опускается в воду, вот у нас эментированная вода, емкость Вот в этой емкости как будто бы вода И когда ложка опускается, у нее есть, знаете, обычный лоб? Ну, конечно И черпачок такой Наливается вода, а тут еще есть маленький желобок Когда вода... Поднимается, то вода по желобку начинает течь и уже попадает наверх Да О, никогда бы даже не подумал, как все сложно вроде бы, да? Ну, когда он затопал, то ведь смешно же было Да Взял пищу Потопай, потопай Вот я еще раз говорю, что ребята, обязательно подключайтесь к нам на сайте Экокиров.ру Чтобы посмотреть, как это все происходит через веб-камеру Потому что очень-очень интересный, конечно, механизм Я, правда, не знаю, вот как-то считается, что, мне кажется, роботы, они... Это такое будущее, да? Это будущее А мы здесь как бы вот такую сделали копию того, что было давно Вы этим тоже занимаетесь в кружке, да? Мы в кружке этим занимаемся, мы смотрим, а что же было раньше Ну, вот, например, очень интересный факт о том, что еще в 15 веке Да Винчи нарисовал схему робота Робот был похож на человека Он был в форме... Он был в форме... Ну, человека, и он мог многие вещи делать Как человек? Как человек, да И вот совсем недавно, в 2002 году эксперт робототехники Он взял рабочий ради да Винчи, чтобы построить такую же модель робота 15 века И позаимствовал многие идеи для создания планетарных роботов-разведчиков То есть вот из этого вот древнего-древнего да Винчевского робота Сделали совершенно современного, так использовали как бы находки, да, его? Да, 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 вот он придумал робота-манекен, который был одет в рыцарские доспехи Он тогда использовался для развлечения, но внутри был тоже очень интересный механизм Который вот сейчас позаимствовали для современных роботов Ну, ведь говорят, что новая тушь... Хорошо забытое старое Ева, у нас звонок Привет Привет Как тебя зовут? Миша Сколько тебе лет? Восемь А в какой школе ты учишься? Пятьдесят девять Хорошо, а какой ответ на вопрос? Современный робот Ну, говори смелее уже Ты же знал, что хочешь сказать Так Я уже даже не помню, какой вопрос был Но был вопрос про понижающую-повышающую передачу А, да, повышающая Быстрее повышающая передача Правильный ли ответ? Правильный Правильный ответ? Да Все правильно, раз ответ правильный, тогда выбирай приз Повторить призы Киномакс Уже выбран Киномакс Уже забрали билеты Что-нибудь другое выбирай У нас вот еще есть театр на Спасской Пригласительный билет И все? И у нас много книг И приглашение на семейное посещение Собачьей деревни в Ахнате Там классно Ну, книгу Какую? У нас есть несколько энциклопедий Энциклопедию Есть Древний Египет Какие еще дела есть? Древний Египет лучше Древний Египет, да? Энциклопедия, Древний Египет Нам бы ручку, чтобы отмечать, что выбрано Да, я думаю, что мы уже запомним Потому что я в энциклопедиях путаюсь Вот Древний Египет мы уже отдали И все, техники, по-моему, уже отдали, да? Да Ну и, конечно же, сертификат На одно занятие по робототехнике В Центре информационных технологий познания, да? Да А может быть, мы следующий вопрос зададим? Конечно Вопрос для ребят, которые помладше Которые любят мультфильмы Как называлась планета роботов В мультфильме «Тайна триггей планеты»? Ну, те, кто смотрели этот мультик Наверное, думаю, быстро должны ответить Как называлась планета роботов А так как я его очень давно смотрел То я никому не подскажу Я не помню, как она называлась Значит, у нас сейчас как бы в эфире Два вопроса Один вот этот самый трудный вопрос Про разницу в цвете осей в лего Вот я почему сейчас спрашивал у Максима Какого цвета там ось Думал, он подскажет А оказалось, она там разноцветная А вот этот вопрос Может быть, нам уже дать? Она одного цвета, но очень-очень одного цвета Ты хочешь ответить на вопрос про планету? Нет Будут отвечать те, кто у нас не в студии Те, кто в студии, у нас на вопрос не отвечают Я потом задам А ты потом еще задашь свой вопрос? Если успеем, то, конечно, зададим еще И у меня вопросик остался Ну, сегодня как-то мы вопросов задаем больше, чем нам успевают ответить Видимо, какая-то трудная тема про роботов получилась, да? Ну, возможно, да Но, опять же, я думаю, что те ребята, которые ответили и получили приглашение в ваш центр Они сходят и будут гораздо больше об этом знать И когда мы в следующий раз встретимся и будем говорить про роботов То у нас будут гораздо активнее, по-моему, звонить и отвечать Хотя ведь интересно, да? Вот в компьютерах разбираются все, да? А вот роботы, это вроде тоже такая информационная новая технология совершенная Они как-то так вот Ну, разбираться, знаете, может быть, в компьютерах не все разбираются, пользуются все Пользуются все, да Ну, много людей пользуются А разбираться, тут ведь особые профессиональные навыки нужны Ну что ж, кто-то дозвонился до нас Привет Привет Как тебя зовут? Саша Сколько тебе лет? Пять Пять Отлично Хорош Хороший звонок, да? Вот, наверное, кто у нас, будущая-то нашей робототехники А какой правильный ответ? Шелезяка Ой, точно, планета Шелезяка Планета Шелезяка? Так я тоже, оказывается, тоже это знал, просто не знал Планета Шелезяка Планета Шелезяка Ну что? Какой ты хочешь приз получить? Повторить призы Глубоко задумался человек Какой приз ты хочешь получить? За свой правильный ответ Есть приглашение в собачью деревню В Махнатью Да Причем в Махнатью Ева была говорить, что там классно вообще Да? Да Понравилось очень? Там очень милые собачки, они всегда ласкаются к тебе Ну что, ты хочешь получить приглашение в Махнатью? Да Хорошо, отлично, ты получишь приглашение в Махнатью Ну и, конечно, приглашение еще в Центр Музынской технологии В 5 лет уже к вам ходят люди, уже можно? Да, к нам в 5 лет уже ходят Вот, так что все Какие у нас вопросы еще есть? Кто-то хотел еще задать вопрос? Может быть успеем? Марк, давай, Марк Какая передача может работать под углом? Зубчатая, холостая или коронная? Так, зубчатая, холостая или? Коронная Коронная Я даже таких передач не знал Я вообще для меня передача, это радиопередача Вот мы сейчас передачу ведем, я понимаю, да, какая из них работать может еще зубчатая Ну что, интересный вопрос ребятам на передачи Как вы вообще это запоминаете? Ну они это собирают, они это через ручки пропускают, поэтому не знают В разных механизмах разные передачи, разные действия, поэтому они это знают Круто Вообще серьезно, да Максим, ты что, хочешь ответить? Ты знаешь? Да Но не скажешь? Да Подсказывать не будешь? Я вот, честно говоря, да, вот Ну ты, конечно, ты спрашиваешь, как бы тебе не знать Конечно, ты просто должен знать ответ, потому что если ты его не будешь знать Откуда мы будем знать, правильно ответил на слушателя или нет Потому что я вот передачу точно ничего не понимаю Это очень легко Ну да для тебя легко Потому что ты вот такую вот ферму собрал огромную, да, для тебя это все легко А для людей-то, по-моему И еще с Данилом собрала Нам непонятно Да, потому что вот здесь вот в студии, по-моему, только вы двое знаете ответ на этот вопрос Ну и Максим еще Но он никому не скажет Ну что еще мы можем рассказать про нашу студию интересного? Ну, мы, наверное, знаете, можем рассказать, что вот сейчас мы готовим такую выставку, экспозицию инженерная вятка И вообще у нас же вятки А где ее посмотреть можно было? Вот мы ее сейчас готовим, я думаю, что она к концу лета у нас уже появится И многие вещи, которые связаны с вяткой, с нашими инженерами прославленными, сейчас собираем Ну и находим интересные факты Ну вот интересный факт нам подсказали, что оказывается, когда трамплин строили Ну, тогда же не было очень много материалов И в качестве железных уголков использовали уголки от солдатских кроватей Ну и много таких интересных фактов И трамплин до сих пор стоит? Да, и трамплин Ну они же очень прочные Очень прочные солдатские кровати Ева, у нас звоночек, ты сегодня отвечаешь на звонки Привет Привет Как тебя зовут? Меня зовут Клим А сколько тебе лет? Семь Ну и что ты скажешь про наши передачи? Цвет Цвет оси А, цвет оси? Ох ты Это четная и нечетная О, точно, Клим Если один цвет обозначает четную длину оси А другой цвет нечетную длину оси О, правильный ответ, здорово Я думал, на этот вопрос вообще никто не ответит Какой приз ты бы хотел? Повторить тебе призы Ну, я, наверное, перезвоню Клим, может быть взять энциклопедию про технику Если ты техникой занимаешься Тебе это наверняка будет интересно Есть, пожалуйста, энциклопедия техника вокруг нас Я бы хотел бы путешествовать к собачек А у нас уже ушло приглашение, да? У нас оно одно было? Да Отлично Говорят, что можно получить приглашение в собачью деревню в Махнатье Все нормально? То есть, Клим Ты сможешь посетить собачью деревню Или, конечно, получить сертификат И посетить одно занятие по робототехнике В Центре информационной технологии по знанию По-моему, это прекрасно Спасибо У нас много сертификатов Сертификат у нас каждому победителю сегодня будут вручены То есть, все, кто ответили правильно, все это получат Тебе спасибо, что позвонил Ну что, мы успеем еще задать один вопросик? Вам Данил еще не задавал Данил, задавай вопрос Только к микрофону подойди, пожалуйста Почему у молоковоза цилиндрическая форма? О, очень интересный вопрос Почему у молоковоза, вот ты имеешь в виду саму эту цистерну, да? Почему она цилиндрическая? А какая она могла еще быть? Квадратная, кубическая, шарообразная, да? Почему именно цилиндр выбрали, то есть, да? Когда ребята готовили проект, там была под тема колесо И они смотрели, как колесо может использоваться в сельском хозяйстве И мы задумались, а почему именно цилиндрической формы молоковоз? И нам ответили инженеры на заводе на этот вопрос И поэтому вот он такой очень интересный Я думаю, что зрители... То есть, это вот не просто так, случайным образом, вот так удобно и все Это какой-то смысл имеет, да? Да Интересно, слушайте, а вот всю жизнь эти молоковозы вижу, никогда не задумывался Что, не знаешь про это, Ева? Нет Тоже не знаешь? Максим, ты про все ведь знаешь? Я знаю А вы-то знаете, вы вообще молчите не подсказываете Ну вот, есть еще один вопрос, наверное, очень простой И, может быть, его тоже задайте А задайте, на какой-то из них ответят Ну, очень простой вопрос Как называются роботы, которые имитируют внешний вид движения человека? То есть, роботы, которые похожи на человека, да? Как они называются? По звонкам, Ява, сегодня ты отвечаешь, так что говори Привет Здрасте Здрасте А сколько тебе лет? Восемь Приятно познакомиться На какой вопрос ты бы хотел дать ответ? Про что вопрос? Про молоковоз? Зубчатая передача А, про передачу? Да Которая меняет угол Да То есть, зубчатая передача? Нет Зубчатая не меняет угол? Нет Так, тогда давайте дадим второй вариант еще ответа Попробуй, если зубчатая не меняет угол, остаются еще две Напомни, какие Холостая и коронная Вот холостая или коронная? Попробуй ответить Так думаешь? Какая передача будет менять угол? Холостая или коронная? Коронная Коронная? Это коронная Коронная Теперь? Теперь правильно Вот, теперь правильный ответ Ну что, что со второй попытки? Ничего страшного Что бы ты хотел взять в призы? Энциклопедию Какую? Про технику Про технику у нас осталась техника вокруг нас, по-моему, да? Про технику И еще у нас есть И просто техника А одну такую-то, я думаю, забрали уже Первую-то вот эту У нас осталась техника вокруг нас Про технику, да, энциклопедию? Да Все хорошо, отлично Ты получишь, конечно же, энциклопедию про технику Ну и сертификаты сможешь сходить на одно занятие по робототехнике И посмотреть, как все это происходит Отлично? Спасибо Тебе спасибо, что позвонил Ну что у нас осталось в эфире? Два вопроса сейчас у нас висят, да, по-моему, там? И еще один И у меня вопрос И у тебя еще есть вопрос? Да У Данила Данила уже задал, на него еще не ответили про молоковоз Ну у него было еще два вопроса Еще у нас есть вопрос про то, как называются роботы, которые имитируют человека И тоже на него еще пока не ответили А вот давай, Ева, задай еще вопрос В 400 году до нашей эры То есть почти 2500 лет назад Древнегреческий инженер-механик Архит Таренский Создал уникального для того времени робота Что это было? Робота 2500 лет назад? Да Это на самом деле создавали роботов тогда? Но они не знали, что они так называются Ну еще чаток не родился, потому что Да, да, да Но вы знаете, о чем она спросила, да? Ну там, знаете, механизмы создавали Да, механизмы, которые автоматизировали какие-то движения Но это не совсем механизм То есть это все-таки ты считаешь робот уже такой полноценный Древнегреческий робот Ну сейчас послушаем Сейчас узнаем, может кто-то знает, да Ева, ну если даже никто не ответит После передачи нам расскажи обязательно, да? Потому что уже просто интересно Я могу после передачи сказать про молоковоз Ну про молоковоз, я думаю, нам все-таки ответят Мне кажется, этот вопрос очень простой Просто надо вот подумать, да? Да, это очень простой Просто головой подумать, вот как ты говоришь Чем отличается человек от робота? У него мозги есть Вот надо просто мозгами подумать Наверное, можно понять даже вот так вот Не зная понять, почему молоковоз Цилиндрической формы А не квадратной, да? Ну вообще вопросов очень много вокруг нас И главное увидеть их И наши ребята-почемучки задают много вопросов И мы находим вот на них ответы И как раз У меня тоже есть вопрос насчет нашей программы Почему у нас программа Эхо Москвы, а мы в Кирове? А у нас Эхо Москвы в Кирове Называется Мы об этом поговорим после эфира, ладно? Сейчас все-таки про роботов Вот, поэтому Ну интересно ведь, когда они приходят У вас же много вопросов задают, да? Много очень вопросов задают Интересные поделки делают Ну вот сейчас мальчишки делали завод по изготовлению картона То есть они брали пластинки, листочки бумаги Затем запускали в механизм И получилась такая волна гофрокартона И потом склеивали То есть они узнают о мире не просто из книжек А выполняя какие-то поделки, изделия И понимают, как это происходит Вот не только на вопрос, что это такое А как это происходит своими руками Очень здорово получается То есть можно просто к вам прийти Очень многому научиться Очень много узнать И может быть что-то у вас сделать такое, да? Ну да, ведь очень важно для мальчиков Ну и для девочек делать что-то руками И вот этому мы учим в центре Ну в принципе любой мальчишка или девчонка Могут просто к вам прийти, записаться и у вас заниматься, да? Да, могут и мальчики, и девочки прийти Но в основном, конечно, у нас мальчишки занимаются Вот мы летом, когда проводим 100 мальчиков приезжает в лагерь Всего 20 девчонок Поэтому мы в этом году делаем специальную программу для девочек Которая, это направление связано с дизайном И как раз вот технические новинки Информационные технологии в дизайне Ну вот таким образом мы понимаем Что девочкам тоже это может быть интересно Вот сейчас у нас идут IT-перемены в школах города Мы именно для девочек Когда мы рассказываем девочкам А как там могут использоваться технологии Именно девочкам И какие профессии в IT связаны Могут быть интересны девчонкам Вот сейчас вообще идет всемирная акция Девочки в цифровом мире И вот вопрос тому, что кто кому это интересно Девочкам ему или мальчикам Он такой, ну актуальный вопрос Ну то есть я понял так, что девчонкам вы будете особенно рады Особенно рады девочкам Девчонки, вы нас слышали Приходите, пожалуйста, в Центр познания Ну на этом наша программа, я думаю, потихоньку подходит к концу Мы, конечно, желаем всем здоровья Желаем вам всем ответить на такие вопросы, которые мы задали Правда, уже без призов И встретимся с вами в следующем воскресенье На той же волне 101.0 FM в 10 часов утра Настраивайтесь на нашу волну всей семьей И открывайте мир вместе с нами До свидания Детская познавательная программа Открывашка